Пик, дорогие друзья, выглядит примерно вот так, только нужно поменять команду местами и все станет на свои места. Пятинг ЮНП. Забирают Дазла и Визажа. Манки отвечают реконтропам и аппаратам. Все по дефолтику, третьим пиком заезжает Клоквер. Смотрим дальше. Открыл ваш чатик. Ну и что, есть саппорт, есть уже керри, который будет очень много пушить. Пятеньки нужно забирать что-то, чтобы контролить хотя бы как-то ликонтропа. Потому что герой в последнее время очень сильно вписался в доту и является сильным керри. Несомненно, с помощью него выигрывалась не одна игра. Посмотрим, как он покажет себя в этой игре. Аппарат, в принципе, также сейчас въелся в доту, как ликонтроп. Тут еще и фурион появляется до кучи к ликонтропу, что усугубляет еще больше положение сейчас пятеньки, потому что пуша действительно очень много. Чуть убавлю звук. Возможно, конечно, это... Твой косяк. Что мне громко? Это луна. Не знаю, на самом деле, стоил он того или нет. Очень мало сейчас откидочного раскаста, если его можно так назвать. Можно просто обратить внимание, есть визейдж, отлично. Точечная атака, луна, бим, точечная атака. Даззл под хилом может что-то сделать, если рядом будет очень много крипов. Клокверк, ракетка. Ну вот ракетка еще куда не шло. Но в остальном все очень плохо на данный момент у пятеньки. Им нужно срочно забирать героя с каким-то АОЕ раскастом сильным, чтобы откидывать пеньков, волков и так далее. Еще непонятно, что появится сейчас у МСов. Возможно, они возьмут сейчас еще какого-то лесного героя. Это Чен или Энчантрас. И пойдут просто на седьмой-восьмой минуте сносить вышки одну за одной. Получат нереальное преимущество. Соберутся Некрау, Ликантропы и Фуриона. И остановить их будет банально нечем. Такое очень даже может быть. Ну, я думаю, догадываются об этом пятеньки. По крайней мере, должны догадываться. Все-таки это профессиональная команда. Корейский дивизион, все дела. В теории. Нет, ну вряд ли, конечно. Скорее всего, мы увидим на лане Старладдера, либо MVP Феникс, либо Бирдганг. Вопрос, типа, кого из них. Остальные ребята от них на данный момент очень сильно отстают. Ну, я думаю, еще нагонят. Это дело времени. И пикается еще и Венги Фулл Спирит. Нет, это не лесной герой. Это герой со станом и аурой прекрасный на атаку. Также и свап может выцеплять. Поэтому... Пик на данный момент команды... Манки Спаннер мне нравится гораздо больше. Ну и смотрим дальше. А я пока черкану анонсик. Это Пугна. Да, берется герой все-таки, который может откидываться с пламя с большого расстояния. Есть Блаз. Вот им уже можно подконтрить пенечков. Можно подконтрить под ракетку волков. Иначе они просто быстро отрегенятся. Ну, Пугна это неплохо. Отправиться в мид. Кто будет стоять против нее? Как раз именно сейчас за 15 секунд должны определиться обезьянки. Обезьянки. Это Драгон Найт. Так, ну а я запустил анонсик. Осталось воткнуть его в группу. И все будет отлично. Усё. Справился. Чтобы хоть в чате какой-то наплывчик был народу. Ну и что? Распрыгиваются ребята по героям. Мне, наверное, нужно будет сейчас убрать пикающуюся табличку. Наверное. Или не надо? Можно, конечно, через рамочку постримить. Это, в принципе, тоже довольно-таки интересно и весело. Ладно, шучу. Не весело. Что, мы потихонечку приближаемся к призовому фонду 187 тысяч долларов. Всё это благодаря вам, дорогие друзья, в Dota2TV, да и на Twitch. Поддерживайте нас. И выводим StarLadder вместе на новый уровень. Что ж, обезьянки. Monkey Spammer. The Park играет на Ancient Operation. Carn, Lycan'trop. Trudy. Furion. Zone Nace. Dragon Knight. 4885. Vongiful Spirit. Команда. No Problem. Cynical Clockwork. Standing Blitz играет на пугне. F-A-T-X. Dazzle. Kish. Luna. И Ranto играет на визаже. В поисках чуда сейчас команда No Problem пытаются кого-то найти и цепануть, но не получится, я думаю, это сделать, потому что здесь никого нет. 30 секунд. Ну и что же, изи-лайн будет выглядеть вот так, луна, дазл, визейдж, точнее нет, извиняюсь, изи-лайн, это оффлейн-лайн, который будет стоять агрессивный триплан. На изи-лайн отправляется у нас Clockwork в мид, пойдет пугна, тут все понятно, стоять против него будет Dragon Knight, ну и у нас будет триплан на триплу. Правда, трипла с аппаратом мне нравится немного побольше, хотя бы из-за чилин-тача. Действительно важный момент, который дает очень сильный буст. Хастуз забирает здесь дазл. Может немного побаковать. Хотя такое, застанный чилин-тач его могут и размотать. Ну и фуриончик отправляется на лайн, проблем с Clockwork не будет, надо будет только быстро собрать физы и все будет нормально. Дазл. Начинает постыкивать по аппарату. Хаста уже, правда, сейчас кончится. Карн. Позже на тач, тут же деварнинг происходит, визейч не успел поломать вард. Ну сейчас будет ставить свой сентри, ставит свой сентри и начинает ломать. Ну вот у него небольшое преимущество, потому что он заберет и абсервер здесь. В ответочку может поставиться сентри и забрать чужой сентри, и тогда вижена не будет ни у кого. Позже на тач, тут фуриончик должен себя прекрасно чувствовать, должен быстро собрать физы. Смотрим по крипам, 3 на 1 у фуриона, 2 на 3 у Clockwork, 4 крип в медле, пока нигилирует пугна очень сильно, 9 на 2 против 4 крипов Драгон Найта. Да, здесь пугна себя более чем уверенно чувствует. Ну вот этот репла здесь должна активна тач, пошел, как я говорил, слишком много дэмэдж залетает от саппортов. Мы видим, как отгрызается тут у луны. Да, 50 бонус Magic Damage на первом уровне. Аппарат сейчас скоро получит третий. Возвращается с ТП тут же визейч. И как-то так. Ну First Blood падает в копилку Monkey Spanner. Ну и что. Смотрим дальше. Не хотят сбивать сентривард. Тут переваржено все вообще. Не спаунится ничего в лесу, кроме вот големчики стоят. Clockwork с сапогом. Здесь пока нет физов, поэтому фурион будет немного рисковать. То, что колокол может спануть и по щаму давать. Но как только появятся физы, все станет намного проще. Физы скоро появятся. 16 на 2 опугный против 9 крипов у Драгон Найта. Впереди. При том, что на оффлейне фуриона все ровненько. И здесь Венга Фул Спирит. Забирают луну. Правда, могут погибнуть. Визейша, рассказ-то нет. Есть poison touch. Надо еще буквально пару тычек. Cold Feet. Вешать на визажа. Визаж забирает килл. Замерзнет ли? Нет, не замерзает. Нет, замерзает. Есть подхил от Даззла. Еще аппараты. Сейчас могут проблемы. Аппарат пытается уйти. Вижена нет, но уходит. Уходит. Есть, если что, сейчас стики и немного деревяшек. Поэтому более-менее все у него в порядке. Вот появляются физы у фуриона. Сейчас будет потыкивать. Вот теперь к локверку не очень житься будет. Потому что демиджа прибавилось знатненько. Плюс 24 урона тут у фуриона. 2-2 счет. 2-2 счет на четвертой минуте. Достаточно активная дота получается. Контроп пока третьего уровня. Есть базилка. Есть 200 на руках. Так, здесь пугна. Пугна огромной проблемы. Отпивается. Есть еще боттл от пиццы. Да. Ну и не получился ганг у венги. У нас спокойненько выживает. Сейчас еще будет фуловый. Один боттл схавает. Ну и фурион, я думаю, сейчас будет копить либо на мидос, либо на некров. Как пойдет. Тут у локонтропа не очень дела, на самом деле, на лайне. 5 крипов он всего добил. Пугна уже 27. Ну и понятное дело, что у луны 21. В 4 раза перефармливает луна сейчас на данный момент локонтропа. И бойжен тач. Это минус и контроп. Тут по-любому будет ли бимчик. Есть бимчик. Визель забирает килл. Аппарат тоже может отвалиться. И этот аппарат выживает. Луна, кстати, могла пойти за аппаратом. Буквально одной тысячечки там не хватило. Луна, луна. Здесь локонтроп получает 6 уровень. Есть хукшот. Фуриончику надо постоянно прикрывать себя трендами. Хоть как-то. Есть также 6 уровень у Фуриона. Он себе понесет сейчас фласку. Да, стоит ему побаиваться сейчас. Потому что если удачный будет врыв с хукшота, то Фурион может отлететь. Так, Фуриончик пытается заблочиться. Пошли батареечки. Неудачно себя закрывает Фурион. И это минус Фурион. Да, потратил этот хукшот. Ну, в любом случае это кило. Пугна. Стан. Вот теперь Пугна отваливается. Да, тут черен тач второго уровня. Уже 60 бонус дэмэджа. Ну и 4-3. 4-3 впереди пока. Команда No Problem. 5 НК. Смотрим далее. Ну что, возвращается онлайн Пугна. У Пугна есть, ну, талисманы ПТ. Я думаю, что это будет какая-то быстрая мека, но нет. Пытались спануть здесь Драгонайт, а кинули слоу. Не пошло. Ну и Луну оставляют полностью на фрифарме. Я считаю, что это ошибка очень сильная. Ликантроп уходит в лес. На лайне кто-то должен получать опыт. Тем более Ликантроп только-только сейчас получит 5 уровень. Минус Пугна. Ай, нет. Сосет, сосет. Как удачно сосет. Рейнджа просто бешеную сосла. 1 тычки буквально не хватило. Пугна засейвивала себя декрепифаем. И спокойненько отпилась. Ну и Луна сейчас будет пушить вышку. Да, с катапультой. И так далее. Есть фортификейшн. А дефать-то особо нечем. Вся уру луны. Дает тьму атаки просто. Пролетел ульт Фуриона. Есть подхил. Но вот обидно то, что потеряют катапульту. Да, катапульт отвалилась. И теперь потяжелее будет спушить. Хотя фортификейшн уже нет. Падает. Медлее. Клокверк забирает. Тут же забирают пугну. Один в один размен. Драгон на этом пугну. Ну и Клок, по-моему, будет уходить. Если бы не аппарат. Аппарат, колд фит, член тач. И пошел наворачивать. Ну нет, слишком мало дэмэджа. Точнее, слишком мало тычек просто может сделать аппарат. Дэмэджа-то много, но бьет он очень медленно. Урна появляется у венги. Визейдж. Слоу. На хосте. На хосте. Даззл. Нормально так залетает по визажу. Правда, Фурион отправляется в таверну. Здесь, если что, есть еще и Эклипс Улны. Поэтому она, я думаю, с радостью готова была бы здесь подраться. Что, первая вышка отвалилась. Здесь сейчас еще пугна будет бластами нормально наваливать. Ой-ой-ой. Что случилось? Только не говорите, что это опять интернет. Я не верю в чудеса. Да, это интернет, дорогие друзья. Вот он сейчас вроде появился. Ну же, ну же, ну же. Переподключиться. Я надеюсь, что все заработает. Ну, так, мы вроде загрузились. Должны ворваться в игру мы. Вчера были проблемы днем с интернетом. Сегодня начался тот же кипиш. Это не к добру. Так, возвращаемся в игру. В медле вышку за дефоли. Потеря небольшой анимации. Пугна отходит. Ну и по ботному идут по-прежнему Дазл, Визаж и Луна. Как свои триплой были, так и шагают. У Фуриона совсем скоро появится Мидос. Ну, а здесь сейчас будет Ганг. Ганг. Чилинтач. Хауль. Очень много дэмэджа будет залетать. Луна. Здесь тренты. У нас укрывают в тренты. Спруты, извиняюсь, минус луна. Да, это минус три. Минус три, как я только сейчас прям вот обедал и разговаривал о том, что очень часто стали использовать Ликантроп плюс Ancient Operation, Чилинтач, 70 бонус дэмэджа и Хауль дает тоже на первом уровне уже 20. Грубо говоря, с тычки плюс 90 залетает. И когда такие бешеные тычки, даже саппорт начинает наносить очень больный дэмэдж. Хукшот, Вингу. Будет ли под сейв какой-нибудь? Ну, уже сейв ТП кто-нибудь. Фурион хотя бы. Есть сейв ТП. Это минус Кокверк. Он здесь перебаковал немного и его забирает. Прикитает ульт Фуриона. Ульт Аппарата туда же прилетел. Ну, уже поздновато. Что ж, тут показано, конечно, 8-0. На самом деле это не так. Что у нас по Нетворсам? 4-700 упугны. Первое место. Следом идет Луна 4-400. Ну и на 6 сотен от Луны отстает Драгон Найт, у которого только ПТ и Боттл. Ребят, мы в курсе, что Дота 2 ТВ лагает. Мы ничего не можем с этим сделать. Это Вольво. Они не хотят фиксит, плиз. И на китайские и корейские сервера у нас лагает и звук. Если вы не заметили, то у меня также картинка очень часто просаживается. И половина спилов, и пакетов куда-то не доходит. Ну что, Волк потихонечку к Владмеру пришел. Да. Восьмой уровень. Фирал, импулс. Максит. Ну и пошли по топу. Здесь Фуриончик. Вышка еще фуловая. Ну а тут опять по Боттому. Опять по Боттому. Все та же Троица. Будут пытаться спушить вышку, у которой же пол ХП нет. Супер Клокверк. Должны выходить. Есть Хауль. Начинают наваливать. Ну и Винга будет листан. Ну просветочку. Есть просветочка. Есть ультаппарата. Влетел в аппарат. Закрывается в Коге. Как же здорово здесь играет Клокверк. И просто уходит отсюда. Пролетает ульт Фуриона, но здесь уже ничего не надамаживает. Очень здорово сыграл Клокверк. На Боттами тем временем вышку упадет. Произори фортификейшн. Но не успеют задефать. Разве то, что размен на мидл. Хотя на мидле не успеют снести. Пролетает сюда Винга. Ставится вард. Ну и вышку забирает пугна. Тем временем в мидле. Фурион тоже ломает вышку. Пролетает сюда Луна. Смысла Клипска вставать нет. Здесь слишком много трендов. Ну и Луна что будет уходить? Спруты. Лоль. 2 хп. 2 хп остается у Луны. Понятное дело, что там ядом подхарасило. Но в любом случае она уходит на топе. Вышка тоже карается. Ну и что тут по графикам? По графикам, понятное дело, 5 НК выигрывают. Хотя бы потому, что они снесли тьму огромную вышек. Фурион там шугает. Шугает Кисиэша. Но не полетел. Хотя бы потому, что если бы оказался не в радиусе тычки, она бы нажала Эклипс, его бы просто сбрило в секунду. Нет, счет 8-0. Пока не сделает команда Kill 5 НК. И все встанет на свои места. Ту-ту-ту-ту-ту. Пугна. Дальше пушить. А здесь хауль. И начинают ломать. Первый уровень, к сожалению, пока. Но волк, в принципе, должен Экспу нормально получать, подкачиваясь в лесу. Поэтому в теории хауль скоро будет четвертый уровень. И это будет... Черинтач плюс хауль. И жара жаровня. Начинает падать вышка. Тем временем на топе. Отпушили ботом. Да, дошел визаж с дазлом. Останавливает трендов. Хотел катапульта. Наваливает нормально. Но будет динай вышки. Да, 60 хп у нее остается. Его сейчас наваливаются. Да, минус вышка. Динай от ее визаж. По сотке хотя бы получили. Как мне надоело. Угомонись. Драгонайт приближается к БКБ. Чуть-чуть остается. 9 сотен буквально. 15 минуты игры. Очередной заход на топ. На Т1. Полетает Фурион. Есть уже задаток под Ликры. Осталось чуть-чуть до первых. Что тут? Тут ничего. Тут фарм. Что, будут дефать? Визаж подлетает. У визажа, кстати, есть медалька. Есть Баклер. До Мекки еще попотеть придется чуть-чуть. Ну, где же Хауль? Нажимай. А, нету Хауль. Еще 26 секунд. Такое, такое. Тьма сейф-тп. Пугна, Бластон. Ну, как я и говорил, есть чем пооткидываться теперь с появлением пугны. Хукшот. Не попадает. Попытка типануть. Декрепифай. Фурион просто тп-аут. Она от ДК. Здесь свап. Пытаются засейвить. Ульт аппарата пошел. Царский просто залетает. Брэсфайр. Есть Грейв. Ну, тут будет подхил от Дазла. Не отдаст. Не отдаст только. А, нет. Подхил от Дазла может не быть. Луна. Забирает еще и аппарата. Минус 2. Минус 2. И нужно идти. Нужно идти на Т2. Тем временем Фурион под Хаультом прилетает и начинает просто сносить вышку на ботами. Визейш, понятное дело, сам задефать ничего не сможет. Еще волки пришли. На помощь. Ну, тригген у них, конечно, тьма. Тут бласты, ауры, луны. Тоже отличный пуш. Ульт Фуриона прилетел. Тут же подхил и вышка упадет. Падает вышка. Забирает ее Дазл. Ну, и вышка на ботами тоже падает. Ликантроп ее чпокнул. Появляется у него Staff of Wizard. Тоже пойдет в Некров. У Фуриона какие-то небольшие проблемы, на самом деле, постоянно с прутами. Он то себя закроет, когда не надо, то героя не закроет, которого надо. Ну, и вышка на топе. Почему Фуриону просто не прилететь и не просплитпушить ее, я не понимаю. Вот сейчас через 80 секунд будут тренты. Прилетел, вызвал Некров трентов, поломал вышку. Ну, вот, судя по всему, пошел это делать. Прилетает прямо на вард. Ну, и заставит сделать кого-то либо ТП, либо снесет тавер. Помогает ему, тхаулем. Мы видим количество атаки, плюс 15 просто. Ну, и сейчас будет наваливание на вышку. Есть Fortification. Не довели вышку до состояния ДНа. Фурион тут же на ботами. Уже скоро и вторые Некра будут. Смог от саппортов. Есть Хауль. Ну, и должны сейчас встретиться. Встретиться хотя бы с Дазлом. Дазл Дивардит. Его надо цеплять. Винга. Свап. Нет, решил стандовать. Фамильяров будут ли сажать. Челентач. Очень сейчас больно залетать будет. Повесил на себя Грейв. Прилетает сюда Фурион. У Пугны сейчас будут огромные проблемы. Ульт-аппарата пошел. Дазл погибает. Ну, здесь, правда, забирает Вингу. Раскаст. Минус аппарат. Будет станд скоро. Почему не пошли за визажом? Хукшот. ДК закрывают. Ну, и Фурион тут мечется. Вроде как хочет помочь. Но помочь нечем. Погибает здесь ДК. Несмотря на то, что он в БКБ. Забирает его визейдж. Фурион отправляется дальше фармить. Есть вторая Некра. Приближается уже к третьим. БКБ появляется у Луны. Тут уже БКБ было и уже проюзано. Ну, и Ликантроп с первыми Некрами. С собой ТПшечка. Ну, Фурион дофармливает третий Некра. Третий Некра здесь, конечно, очень помогут и пригодятся. Тот же Мана Дрейн в Декрепифай Пугны будет наносить очень даже неплохо дэмэджа. Начинает делать стаки. Винга. Я так понимаю, это для Волка. Фурион. Очередной прилет. Ну, где Хаури? Пока нет. Кстати, сейчас будет апаться дальше. 20, 30, 40, 50, плюс 80 челентач, 130 с руки. Плюсом. Это очень много, дорогие друзья. Падает вышком. Есть ТП. Вот. Когами. Вытолкнул мана, тебе не хватает на ДПаут. Правда, там Некра тоже сожрали всю ману, и улетает. Улетает отсюда Фурион, есть у него стики. Тем временем в Медле. Через Бласт, через Вард, Пугны начинают забирать вышку. Они уже заканчивают забирать. Полетел ульт Фуриона. Очередной Бласт. Надо поломать Вард, иначе тут не подойти. Ну и вышка отваливается. Остается она на Луне. Волк. Надо уходить отсюда. Хукшотом промахивается Клокверк, и Волк улетает на ТП. Ну что, пока идет разменты в раме. 10-11 счет, все примерно ровненько, но у 5нQ преимущество около 3000 по золоту и чуть меньше 1000 по XP. Как-то вот так. Мое потертое седло. Скрипит. Фурион. Залетает в Медл, должен закрывать. Ну же, попадешь? Красава, Вован. Закрывает Дазла. У Дазла есть Грейв, получает стан. Ну зачем же сейчас Брэдфайр? Ну понятно, что Дазла отсюда не уйдет. Сейчас получит тычечку, получает тычечку. Ну и надо отходить отсюда. Хотя тут есть третий Некра, можно пробовать чуть-чуть подпушить. Пугна быстро останавливает все возможные замашки на пуш. Крипы-то точно не доходят. Крипы-то точно не доходят. Крипы-то точно не доходят. Крипы-то точно не доходят. Нет, вот тут Говорят, луна с аппаратом Тоже имба и венга И все имбы вообще Ну, как бы на первом уровне Венга тебе не даст плюс 50 дэмэджа Вообще никак Он дает 12% дополнительного урона А аппарат на первом дает 50 бонус урона На 3 тычки Грубо говоря, если кидает их на 3 Человек попадает на трипле То это 150 бонус magic дэмэджа С одного человека Или 450 с троих Падает Рошан Залетает сюда ультаппарата Неприятно здесь в локверку Фурион летит, пытается цепануть курьера Не пошло Ну вот здесь ликантроп, начинает вгрызаться Ай, как зажимают сейчас в тиски Ультимейт от Дазла Ну начинается драка Пугна тоже с некрами Причем в третьем уровне Ставится вард Его надо поломать срочно Наваливаются Грейв напугнул Пугну пытается подсевить Есть ли эклипс, есть эклипс Луна должна прожимать Прожимает Уходит с вижена Ну тут дают вижен Лол, ликантропа просто сбривала Пугну, правда, тоже добивают некра Ну и... Что, драка на этом вроде как заканчивается Аппарат может ультануть Попробовать Вингу закрывают Должен быть стан Есть стан Есть ульт аппарата Ну как-то тут перебыковал Его тиммейты давно уже отошли Волки палят Рошана Должен залетать сюда кто-нибудь И сейвить Бизаж сбивает линку Ну это на самом деле Сейчас подарочный Рошан будет Да, начинает погивать Рошан Птичку уронили Посадить не получится Да, это подарочный Рошан Аегис нужно забрать Забирает Аегис Выложил тпшечку Ну и... Третьи некра появляются ультантропом Две пачки третьих некров Уже присутствуют Фурион отправляется на топ Подфармить Ну сейчас потихонечку пойдет В какой-нибудь Хекс Нет, появляется Митрио Хаммер Это либо БКБ Либо Дезолятор Ну что, Фурион Четырнадцатый уровень Все-таки в БКБ идет Появляется Угрклаб Аппарат уже одиннадцатого Есть Форстаф Изолятор Ой, извините, изолятор Огоним не скоро Ну что, попытка вспомнить луну Маны? Нет И тут ликантроп Пытаются сгрызть Нет, просто стопаут уходит Полетает сюда ульт Фуриона С опозданием Ну и надо идти Пушить Пушить Пока вот вся эта гапша есть Толпа третьих некров Да, мы видим, что происходит с крипами Хукшот Закрывает аппарат Аппарат пытается приморозить Вытолкнулся Форстафом Форстаф Клокверк Аппарата забрал Ну и ТПА вот отсюда Отменяет Ну и отправляется в таверну Здесь и Так, курьера лучше, наверное, отвезти отсюда Да, я тоже так думаю Минус два на пустом месте Сейчас делают пятеньки Не знаю, куда полез там волк Конечно, подозревал то, что Думаю, что там никого рядом нет Но оказалось, что рядом кто-то есть Топ-тавер будет падать Как раз-таки Фуриону хватает сейчас на БКВ Хотел заданить в Зейч Не получилось А Фурион этот ТПА вот кто-нибудь даст делать? Улетает отсюда Фурион Как-то дэмэдж ему просто тьма прилетела Ну и что? Потихонечку Кираса Точнее, как потихонечку Она уже нарисовалась Надо просто ее купить Да, остается чуть на свиток Не стоит забывать про Аегис Который есть у Драгон Найта И его можно реализовывать Игра перешла немного в стадию фарма Никто не хочет рисковать Все хотят подфармить Хотя тут есть... Ну да, тут есть Ликантроп Но на случай чего Тут есть и Драгон Найт Который, типа, уходя в глубокую игру Становится очень сильным в Кере А тут, кроме Луны, никого нет Тут Фурион Ликантроп Драгон Найт Фармите, пацаны И все будет хорошо Ребята это прекрасно понимают Что потихонечку в БКБ Ликантроп идет Так, здесь кого-то цепляют Вингу Вингу смели И останавливают крипов Прикончил объемом просто Ну что, надо лететь сейвить Потому что ребята будут заходить на хайграунд Гластами потихонечку Пугна будет откусывать вышку Даже если не надо будет подниматься на хайграунд Ставится вард Даже не скрывает его Вышка падает очень быстро Некры, Пугна В БКБ проезу ДК Ультапарата Очень в принципе неплохой По троим залетел Начинают падать бараки Винги нет 10 секунд Бараки могут отвалиться Бараки падают И это Милишный Милишный отвалился Ранджовый может не трогать Он сам упадет Тем временем на ботами На ботами то же самое творит Фурион Под Хаулем С третьими некрами Получает хукшот Закрывают его Улететь отсюда не получится Пытается подвести трэнтов Прожимает БКБ И тэп аут Увалил вышку Наваливается на Ранджовый барак Чтоб хоть какой-то дэмэдж нанести Да, понятно, что это дело Все не отрегенится Проганай тут совсем... О, прилетает кераса. Сейчас повеселее будет немного. С медалькой керасой. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Мелошторм приобретает у нас Фурион. Есть БКБ, Мелошторм. Атак спид, кстати, очень даже неплохой будет под Некрами, Медас. Мелошторм будет больно и быстро тыкать. Что, по топу? Если тренды, тренды будут через секунду. Ну вот проблема в том, что сейчас будут сплитпушить. Сплитпушить. Фурион любит это занятие. Волк, в принципе, может ему помогать. Я не удивлюсь, если следующим айтемом появится Тревела, с которым он начнет досаждать очень-очень сильно. Садили фамильяров. Некры. Погибает. Точнее, Некр погибает. Прилетает ульт Фуриона. А здесь еще Т2 в медле стоит. Лол. Вот этого я не видел. То, что Т2 до сих пор жива у команды НП. Так. Уходит. Уходит ДК на хосте. Визаич пытался засловить, но хосту трудно застопить. Фурион через хауле. Опять ботом дальше пушит. Понятное дело, что будет ульт ПКД, чтобы подпушить все лайны. Именно это необходимо и Волку, и Фуриону. На ботами голые бараки. Причем уранжевые уже плотненько покоцаны. Уходить с базы при пропушенных лайнах сейчас 5 НК строго противопоказано. Что два типа под хаулем и Сникрами стороны будут изничтожать мгновенно. Ну что, без эйдж. Мека. И потихонечку появляется уже Агань М4 470. Ну и будет ли выход? Нет, Фурион прилетает, и если будет выход, то только опять подпушить. Но этот подпуш, кстати, заставит вернуться команду 5 НК на базу. Потому что здесь голые бараки, деф в цене, чем есть кешным фортификейшн, но тут... А тут еще нет, и не будет еще минуту. Поэтому небольшой бонус в 5-6 секунд есть у команды. Опять НК. Начинают ломать. Очень неприятно вышки тут. Сейчас бласт еще один пойдет. Есть бласт. Ну и дефают. Дефают бараки. Ранжевой до сих пор стоит. ВКБ прожимает, пытается снести ранжевой. Фурион. Фурион просто улетает, и думал, хукшотом сбивает, тэпаут, и... Минус Фурион. Ну и минус Фура. Не будет его минуту. Там у вышки остается 185 хп. Я думаю, сейчас пойдут как-то... А, нет, сейчас пойдут на Рошана. Рошанчик, Рошанчик, Равшанчик. Реснулся. Или не пойдут. Пойдут за минуту пытаться закончить. Но в мидл подпушенный. Пугна его дальше... Щемит. Можно добить ранжевый барак и свернуть на топ. Байбэк от Фуриона. Тут же ТП на топ. Ну и заставляют вернуться. Заставляют вернуться. Конечно, теперь Фуриону подставляться вообще никак нельзя. Если он подставится, то будет досвидос. Там больше минуты будет респаун. Ребята просто за это время спушат. Шива появляется у Клокверка. Это не... Агоним. Отбушили Лайн. Фурион улетает на ботом. Заставили потратить уйму денег просто. На байбэке. И так далее. Ну что, у Луны почти три куска. Наверное, это будет Баттерфляй. Пишут, что Фура с Ликаном Вин. Но тут на самом деле не факт. Нифига не факт. Тут есть чем подпушивать. И этим занимаются на данный момент. Забирают Негров. Еще, кстати, по 200 подкармливать визажи. Это не есть к добру. Зачекался Рошан. Стоит здесь Трент. Знают, что он есть. Нетворс. Пожалуйста. 18700 у Луны. 16700 у Фуриона. 14826 у Драгон Найта. 13000 у Ликантропа. Не очень дела у Мейн Керри. Но Фурион продолжает пушить. Ну, сейчас будет заход на Рошана, наверное. Да, заходит на Рошана. Бабочка появляется у Луны. И начинает фармить. Достаточно быстро падает Рошан. Ну, я же говорю, вот здесь приходит Пугна. Крипов она останавливает моментом. Шансов Фуриона зайти на Хайграунд при присутствии героев нет. Падает Рошан. Залетает сюда ульта аппарата. Ну, Луня теперь с Аегисом по барабану. Визейдж. Мека 1000. Все, на самом деле, достаточно грустно сейчас у ребят из Манки. Пугнушечка Пугна. Ну и по топу. По топу выдвигаются ребята. Посмотрим, далеко ли уйдут до момента, как Фурион прилетит на ботом и начнет пушить. Пушить здесь уже, в принципе, этим занимается Илькантроп. Он знает прекрасно, что бараки голые. И придется свернуть. Да, они сейчас чуть отпушат лайн, но придется лететь. Дефить свой барак. Показывает, что неплохо бы забрать мидл. Ультфриончика. Ну и приходится отходить. Да, как я и говорил. Уже сюда улетел Визейдж. Пугна на ботами. Ну и Клокверк, в принципе, далеко не пойдет. Еще одно тэп-аут. И вышка потихонечку падает. Падает вышка. Забирают ее, правда, крипы, несмотря на кучу дэмэджа, которые вливали герои. Ну что, луна. Бешено фармит. 1900. Наверное, на их стайт ему будет сатаник. Доминатор уже есть. Ну и вот, наконец-то, подпушили. Ребята в мидле, оказывается, гораздо быстрее, чем кто-то у их бараков. Заходит луна на хайграунд, начинает карать. Да, тут показали, мол, хорош бить этот милишный барак, который... То есть, рейнджовый барак, который так упадет. Луна. Падает вышка. Начинает... Ну вот... Луна-то тоже достаточно быстро пушит. Стан. Очень больно. Луна не прожимает БКБ. Хотя прожрал Эклипс. Ну и барак стоит. Встанет. Встанет с БКБ. Но без Эклипса. Хукшот. Закрывает Клокерк. Отлично. Луна стоит. Бьет. Но очень больно, очень больно. Насовывает ДК. Здесь даблкил от... Драгон Найта. Прилетает сюда Фурион. Не кры, правда. Сожрали тут... Вингу. Винга тут же делает байбэк. Ну а бараки-то стоят. Бураки-то стоят. Оранжевый упал. Клокерк байбэк. Луна байбэк. Готовы до последнего, что ли? Фурион летит на ботом. Нет, нет. Не летит. Ждет, как кто-то просветится на карте. Прилетает Фурион на ботом. Нужно быстро, быстро, очень быстро спушить и завалиться на хайграунд, чтобы побить милишный барак. Правда он фуловый. Будет ли Хауль под это все дело? Хаули нет. Ну, тогда барака не видать. Здесь начинается драка. Винга. Хукшот неплохой. На Луну здесь бревают. Лол, остается очень мало ХП. Урна висит. Свап. Луна пока жива. Неужели уйдет? Вешают еще одну урну. Нет, погибает от урны Луна. Ну и 90 секунд ее не будет. Скорее всего, это ГГ. Скорее всего, манки выйдут отсюда победителями, потому что 90 секунд без Луны они отдэфиться не смогут. Лайна отпушена, остается идти просто по медлу. Да, не знаю, почему Луна так агрессивно и быстро пошла в файт, несмотря на то, что у нее не было уже байбэка. Безрассудное немного действие, которое закончится сейчас с носом бараков. Есть Некра. Тут у Фуриона тоже есть. Да, Фурион тоже вызвал Некров. Правда, по топу отправляет пушить. Заход на хайграунд. Стан Пугны. Пугну не выпускают. Висит Грейв. Но тут не спасет. Начинает грызаться Леконтроп. Дазла можно сгрызть. Сгрызает Дазла. Дазла уходит на Форстафе. Ну и тем временем Фурион просто сносит топ под хаулем. Падает вышка. Здесь драка идет, но она просто скорее для отвлечения момента. Фортификейшн. Наваливаются. Раз армамечников падают. Закрывают визажа, визажу, по лицу. Но тут слишком много армора на самом деле. Проще бить бараки, чем визажа. Падает барак. Фурион может умереть. Раскаст. Прожимает БКБ. Лол прям. В секундочку. Луна резается через секунду. Должна залетать сюда с ТП. Рвается Клокверк. Клокверк поставил Коги. Хукшот. ДК может отвалиться. ДК отвалился. Фурион на базе Регеница. Ну что, барак здесь упадет. Падает барак. Минус две стороны, грубо говоря. Но одна еще полностью стоит. Хотя волки грызут казарму мечников. Лол. Это надо забрать. Надо забрать. В любом случае, именно это Трегеница. Фурион наваливается. Пытается поломать. Ракеточки. 70 хп остается у барака. У Фуриона только через 30 секунд было бы КБ. Если бы сейчас было бы КБ, я уверен, он бы ворвался и доломал его. Ну что, Фура. Снова Некра. Правда, не знаю, зачем по топу. На ботами Лайн уже подпушен. Можно врываться в мидл. Через 5 секунд у него будет ТП. Это отправка Некров, чтобы они просто добили бараки. Подбегает Рейнджовый. Начинает наваливать. Правда, по нему бьет вышка. Заходят сюда Тренты. Есть ли Хауль? Ну нажми же Хауль. Это размен тронами будет, дорогие друзья. Да, тут начинает падать Т4. С Некрами. Луна. Начинает пушить. Есть Бласт. По двум тврам. Понятное дело, что сразу будет харасить. Падает Т4 первая. Хукшот. Ликантроп. Ульта отлично залетела аппарата. Дазла сожрали. Клокверк тоже под ультом аппарата. Начинается драка. Фурион прилетает. Тут же получает Хекс от Пугны. Свап. Пугну высыпали. Выталкивает себя Форстафом. Ну и Драгон Найт забирает Клокверка. Фурион. Фурион опять некорректные, так сказать, спруты. Пытается уйти отсюда Пугна. Ну и тычечка будет с руки. Да. Тычка с руки есть. Остается голый трон. Луна пытается уйти. Должен залетать. Фурион ей на ход и пытается ее цепануть. Залетает Фурион. Погибает Фурион. 90 секунд его не будет. Луна. Отправляется в таверну. Есть ли байбэк? Сейчас посмотрим. Что по состоянию байбэков? У Луны нет байбэка еще полторы минуты. У Фуриона есть байбэк. Он уже выкупился. Ждет, когда откатится ТП, чтобы полететь и добить последний рейнджовый барак до мега крипов. И контрол. Прожимает. Ты начинаешь просто грызть барак. Ультапарата залетел просто царский по-двоим. Нужно буквально пару тысячечек дать героям. Или одной даже хватит. Свап. Минус визейдж. Это гудгейм, дорогие друзья. Дазл отсюда тоже не уходит. Минус дазл. Остается ТТ-4. Хукшот. ГГ. ГГ пишут 5нQ. Мне кажется, игру очень сильно поломал байбэк от Луны. Дайя, который... После которого она отдалась. Действительно, типа, они потеряли на этой смерти две стороны. Ну и падает трон. Что ж, дорогие друзья, на сегодня Корея окончена Спасибо всем, кто был с нами Сегодня еще мы с Каспером Врываемся на Европу Там, по-моему, два матча, которые В шесть по сету начинаются Ну, где-то так можно увидеть на нашем сайте Ну, а вам хочу сказать спасибо, что смотрели До скорых встреч вечером Пока, Ктаны!